Салам, всем салам, я кричу своим братанам, Казахстан, я дочу весь... Смотрите, вы когда-нибудь видели, чтобы так ветряки быстро крутились? Смотрите, какой ветер! Первый раз я вижу, чтобы так ветряки крутились. Очень быстро! А теперь смотрите, чем примечательна Голландия. Тюльпанчики и... Вот такие разноцветные поля. Не, ну ветряки, конечно, бомба, честно говоря. Но мы едем дальше. Доброе утро, мои надежные. Только проснулся время, 6 утра. Пойдем в обход сделаем с вами. Так, эта сторона нормально. О-о-о-о! Поехали! Пиздец! Две Улыбкина. Вот вами Голландия. Вот вами Голландия. Короче, из мира новостей. Я не один. Как минимум, у нас двое, которых порезали. Остальные, как вы можете видеть, уехали. И поэтому не совсем понятно. Ну, я так понимаю, весь паркинг прошлись. Плюс я хочу сказать, что если кто-то думает, что это приехали специально обученные люди, которые нас специально порезали там и прочее, то я вас немножко огорчу или переубежу. На самом деле, никакого чуда и волшебства нету. Это просто водители пробежались какие-то специально обученные и порезали. Почему водители? Потому что сильно не заморачивались, пломбу мою не срывали. Они проходят просто. Был обвез бы вино, либо пиво. Подрезали пару бутылочек или еще что-то такое вытащить. А так даже коробки не резали. Еще хочу поговорить про таких вот водителей. Посмотрите. Ну вот, я сейчас увеличу. Стоит две бутылочки пива. Вот водитель вышел утром, поставил их на асфальт и уехал. Почему я знаю? Потому что этот водитель, которого порезали. Я еще ему скотч отдал. Ну, я видел, что стоит бутылка. Одна стояла. А потом он уехал. И уже стоит две. И я такой. Вот так вот, коллеги. Кому он оставил? Нам же оставил. Следующий будет заезжать и валять. Ну как? Не знаю. Вот я не ругаюсь матом. У меня все на канале. Но иногда очень сильно подкатывает. Ребята, свиньи. Синьи просто. Обижайтесь или нет. Сами себе. Не кому-то. Сами себе. Наши места для нас оборудованы. Стой, пожалуйста. Тебе все тут и режут. Все как и положено. Ладно. Стоим на молоточках пару минут. Едем на Люксембург заправляться. Баки целы. Я особо не расстраиваюсь. Залез, кстати, посмотрел крышу. Чтобы мало ли, а то я посмотрю. Тут все целы. С крыши может там вынесли хер его знает. Залез, глянул крышу. Вот. Главное, пломба целая. Остальное это все равно. Пломба целая. Ничего не взяли. Надо заказывать латки черные. На прицеп. Ладно, через две недели у меня съем. Поэтому закажем. Друзья, в Голландии второй день вот такая вот погода плохая. Дождик. Большой ветер. У них уже начался сезон тюльпанов. Я сделаю сейчас ставочку такую. Надеюсь, будет видно. Я там снимал. Вот. Поля идут, получается, по цветам тюльпанов так красиво переливаются. Ярко так все. А вчера ехал. Это я снимал позавчера. А вчера ехал такой ветер. И представьте, как обидно. Поля тюльпанов, да. Ну, я даже не стал снимать, потому что не будет видно. Я просто пролетал так и вот. Но он был останавливаться, снимать и показывать. Все бутоны, они опали, короче. Ветром просто позабивало там. Процентов 20 от поля осталось. Представьте. Ну, обидно, конечно. Ветер все портит. Ветер очень большой. У меня картонки эти упакованы. Картонные эти ящики там. Ну, не ящики, коробки. Груз которых. Я посмотрел в целлофане. Потому что скотч дешевый такой, конечно. Надо латки по-хорошему. Он такой даже не такой, как на заправке продается. Где-то, не знаю. Нашли самые дешевые, конечно. Ну, есть факт, что в машине хоть чем-то заклеить. Ладно, не отчаиваемся. На самом деле для кого-то это может быть... Я знаю ребят, которые по 2 года работают, и у них никогда не было такого. Я, наверное, везучий у вас. И меня резали на всех машинах. Все прицепы мои, можете помнить, я клеил. Вроде заправки хорошие. Вроде тут стояло все в свету. Ну, вот такой счастливчик я. ничего не поделаешь. Ну, а мы с вами движемся дальше вот по такой вот погоде. Я говорю, что уже второй день такая, даже, наверное, третий. Позавчера вечером началась такая уже качель. но ничего страшного. Будем потихонечку ехать. Рейс у нас на 900 с чем-то километров. Сегодня пятое число у нас. Выгрузка только послезавтра. Поэтому сегодня в спокойном режиме едем, заправляемся, едем дальше, проезжаем какое-то расстояние и послезавтра у нас якобы на 10 фикс. В задании фикс не обозначен, но в ЦМР написано фикс на 10. Ну, поэтому будем мы подъезжать туда к 10. Кстати, грузился я. Приехал вчера в 8.30, на 9 у меня была назначена загрузка, но загрузили меня только в 18.50. И когда диспонент ничего не сказал, я ему сразу сообщил, говорю, дали бейзеры с намеком на то, что вероятнее всего загрузка будет после часа дня. Листик написали 13.00. Хорошо, я свяжусь с клиентом. Связался с клиентом, ну, я дальше не знаю, мне не сообщал, да, е-мое. Ну, вот, представляете, 70. Ну, что ты творишь? Дружище, обидно, что знак, понимаете, стоит. Что за езда? Какая-то женщина за рулем. Ну, и, в общем-то, я приехал, я проехал 14 минут. Такую подтяжку сделал, что 14 минут. и ждал весь день. Весь день ждал до 18, где-то до 17, скажем так. Испонент попросил где-то часа в 3 дня сделать отметку о моем прибытии и о том, во сколько будет загрузка. Я написал, что прибыл в такое время, он начал сразу писать, он такой, типа, о, что-то там. Я говорю, все нормально, 18 пункт это мой драйвера. Смотрю, немножко так уже скривился. Ну, 18 графа отметка водителя. Я могу сделать отметку о том, как производилась загрузка, допущен, недопущен, проблем нет. И я специально, чтобы у них оригинал остался и копии разнесли, чтобы мы, чтобы я разнес копии, я сразу написал прямо при нем, что прибыл 8.30 загрузили 18.50. Смотрю, этот в офисе так немножко подскривился, я думаю, ничего страшного, вы машину заказывали к 9, ну, значит, значит, это что-то не значит, но если даже со временем какие-то у нас траблы будут и не хотелось бы, конечно, опаздывать, но если даже какие-то траблы, у меня есть отметка о том, что, видите, день, я день мог ехать, а меня день грузили, ну, это так, ввожу вас в курс дела, ну, поехал паровоз с двумя прицепами, в этот ветер самое то, только ездить с таким прицепами, паровозы вообще ложатся в эту погоду, пацаны уходят с паровозов, говорят, хорошая работа, зарплата, шеф, ну, одни паровозы, и вот, как только, говорят, направление на Голландию, говорят, на мост поднимаюсь, говорят, раз, прицеп, бахлил, ветер подул, ну, на мосту, получается, гонит, представьте, там, с океана гонит ветер, не то, что там, а с океана, ветряки так крутили, что, и он говорит, я только заезжаю, вижу прицеп, оу, я приостанавливаюсь, аварийку, и он, хлоп, но, остановились, там, мужики помогли, говорят, один раз, второй раз, говорят, каждую неделю ложиться, я, говорят, нет, ну, говорят, уже начинается, типа, фобия, понимаете, едешь, и уже, начинаешь, как бы, это, нервничать, и вот, я с мужиком, разговаривал, говорят, именно поэтому, что, говорят, у них нету полуприцепов, все паровозы, эти, легкие, и, ну, у них там, они вообще, облегченные, и, у них даже, больше тента, чем у нас, высота, больше, они ложатся, вообще, там, оси, все легкие, у них, поэтому, это у нас, колесо одно, только, сколько веса, не говоря, хотя, у нас, такие прицепы, что, легенькие, а мы, потихонечку, в таком режиме, 85, катим, груз у нас, легкий, 7 тонн, подровняем, немножко, расхода, ну, давайте, уже, ладно, раз, началась, такая, пьянка, закрыл, отчет, на этих, выходных, посчитал, я звоню, кстати, с нашей фирмы, товарищу, моему, и говорю, слушай, говорю, что там, говорю, по этому, бак, я говорю, сколько литров, там, ну, у нас линейка, специальная, мы меряем, каждый месяц, и закрываешь отчет, с остатком, я говорю, сколько там, говорю, 10 сантиметров, большой бак, малый бак, но при этом, я уже почитал, на сайте DAF, у дилера, кстати, пишется, это есть таблица, определенная, что бак, 820 литров, 10 сантиметров, 140 литров, малый бак, 70 литров, 430, по-моему, литров, вот, ну, я думаю, позвоню, потому что, видел, в чате писали, пацаны, что 14,5 сантиметра, то есть, 145 литров считают наши, думаю, да, я перезвоню, позвонил хлопцу, а он говорит, зачем тебе это, пиши, мы не пишем, пиши остаток, я говорю, ну, мне надо, скажи, я не знаю, я, ну, я глубоко обычно копаю, так, ну, мне интересно было посчитать, но я сел, прикинул, короче, хочу сказать, что компьютер, да, не врет, то, что он показывает, 31,2 у меня было, вот, это и получается, потому что, в Мерседесе на 2 литра расхождение, ну, вообще, то есть, компьютер вообще ни о чем, вообще, даже можно не этот, а здесь откалиброван, очень хорошо этот датчик, и считает, классно, ну, то есть, даже по граммам, бьется, поэтому, вот, это еще такая новость, ну, типа, по 31,2 это нормально, у нас пацаны больше привозят, как бы, шеф просит 30, желательно, но, когда тяжкие грузы, пацаны, и по 36 привозят, ну, я просто объясню, для чего это все делаю, то есть, считаю, там, и прочие моменты, я на этой фирме, первую каденцию, и не хочется, хочется произвести, во-первых, хорошее впечатление о себе, как о работе, то есть, я не выпрыгиваю из трусов, из штанов, я просто работаю, там, никаких звонков, то есть, ну, и просто я скажу вам, что, есть люди, которые каждый день звонят, там, что-то, как-то, я звоню шефу, каждую неделю, чтобы денег кинул, на оплату дорог, разговор заключается, здравствуйте, там деньги закончились на оплате, да, да, сейчас перечислю, ну, и все, и диспоненту я звонил, за все время, два раза, первый раз, адрес там не тот, получается, ну, можно было и написать, как бы, я просто находился в офисе, я взял, сразу позвонил, и пришел в офис, тоже далековато было идти, потребовали референцию, а в заказе не было указано, что там у них референция, ну, я сразу позвонил, я говорю, продиктуйте, пожалуйста, ну, я на самом деле не люблю эти лишние звонки, мне кайфует от работы, что я общаюсь с этим локтрекером, то есть у меня есть задание, я просто еду, выполняю эти задания, и на этом все, ну, и хочется, я говорю, что есть возможность, никто не торопит, никто мне не говорит, что ты едешь 85, у тебя машина 90, если бы мне так говорили, там, допустим, да, ну, во-первых, я бы сказал, безопасно еду, да, я бы там 10 тысяч оправданий придумал бы, но просто за этим у нас никто не говорит, там, езь качественно, безопасно, как считаешь нужным, поэтому я решил для себя отработать, ну, максимально постараться отработать качественно, то есть приехать с хорошим расходом, чтобы без задержек времени, ну, и начать, и так, в принципе, работать, приехать, отработать качественно, каденцию, ехать, чтобы по мне никакие вопросы не поднимались, ни по поводу задержек, ни по поводу никаких-то повреждений груза, ни по поводу еще чего-то, ни по поводу, там, больших расходов топлива, ну, вы поняли, то есть смысл, как бы не рвать с жопу, а просто работать и стараться максимально качественно, мое отношение, моя политика такая уже неоднократно говорил, отношение к машине, как к своей, к тормозным колодкам, почему я ретарду эту постоянно дергаю, пытаюсь набрать акабалы, мне это интересно, чтобы и колодки тормозные, все, где-то и помою, и, ну, и прицеп, то есть отношение к машине, как к своей, к солярке, как к своей, ну, все как к своему, тогда будет проще работать, тогда не будет у вас каких-то злых мыслей, и просто будете работать, получать свои деньги, те, которые вам пообещали, мне достаточно тех денег, которые мне пообещали, и поэтому у меня каких-то злых мыслей не возникает в голове, и просто хочется все делать качественно. Через 900 метров держитесь правее и продолжайте движение. Ну, а мы едем дальше, друзья, я вам немножко и так, и так, и так, и зажили-были, и, короче, постарался вам немножко, ну, надо было мне выговориться, наверное, по этому поводу. И, ну, все, короче, накопилось, и за работу, и из-за Федота, поэтому едем с вами, друзья, дальше. Нормально все, ничего страшного не случилось. Вы видите, настроение у меня не испорчено, но это рабочие моменты, на самом деле. Главное, в кабину никто не лез, к сожалению, к сожалению, бывают случаи, все хорошо, пломба не сорвана, едем потихонечку дальше. шоу.